Доброго вечера, мы из Украины! Я приветствую вас на моем YouTube-канале в программе Дороговка с Контернаступ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и, главное, оставляйте ваши комментарии, ведь именно они становятся частью моих будущих программ. Когда Кремль готовит очередную провокацию, он ведь еще формирует судействию в несколько слоев, которые, как ему кажется, смогут сымитировать алиби. Что только мы не слышали от них за годы, которые прошли с момента сбития малазийского Боинга MH17. Очевидно, что даже на ближних подступах у них есть такие, которых можно сдать, принести в жертву, если что, если понадобится оборвать цепочку, хотя бы формально, которая ведет непосредственно к ним. Давайте сквозь эту призму посмотрим на события, которые произошли позавчера, во время самого массированного ракетного обстрела с момента полномасштабного вторжения. Выгодно ли Путину безнаказанная провокация с попаданием ракеты на территорию НАТО? Да, выгодно. Ведь для внутреннего использования он в кое-то веки не промахнулся. Теперь дурачку из российской глубинки можно заполнить пустующую черепную коробку приятным дурманом. И вот дурачок уже забыл про остров Змеиный, про Изюм и даже про Херсон. Теперь дурачка волнуют более масштабные, более глобальные геополитические цели. Заранее снимается пропагандый клип, где беснующиеся шатаются по улицам Москвы и начитывают рашистский рэп в сопровождении рашистского хора. И требуют они ударов по центрам принятия решений. Однако уже не в Украине, где рашистов постоянно преследуют неудачи. Теперь они хотят этих ударов непосредственно по Вашингтону. Наивные скажут, такой прогулке больше места во внутреннем дворике какой-нибудь психбольницы. Но нет, она прошла по центральным улицам города и стилистически напоминала какое-то средневековое факельное шествие. Даже речевка вызывала ассоциации с мелодией Диас Ире «Гнев Господень». И тут Путин чутко прислушался к митингующим. И вот же их просьба уже реализована. Ну, может быть, еще не в Вашингтоне. Но провокация уже состоялась. Ракета уже попала на территорию страны-участницы Альянса НАТО. Наверное, беснующиеся очень даже удовлетворены. На что рассчитывает Путин? Наверное, и на инертность, если не сказать аморфность некоторых чиновников самого Альянса. Им куда приятнее, когда все в порядке. Когда можно бравировать красивыми словами, получать высокие зарплаты и ездить, наверное, в разные командировки. Я думаю, что военным наверняка бы хотелось, чтобы чиновники были бы более решительны. Но есть субординация. Поэтому решения будут принимать политики. А мы с вами сегодня продолжаем при свечах. Что ж, агенты влияния расползлись, словно змеи-искусители, и начали заниматься своими грязными делишками, следуя, кстати, сказать, заветом их любимого наше все-поэта. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. И действительно, что за вздор. Из-за сущего пустяка запускать такую обременительную процедуру. Как только наживка проглочена, осталось уладить некоторые детали и шероховатости. Например, лучше не допускать Украину раньше времени к следствию. Вдруг у нее есть те самые неопровержимые доказательства. Уж лучше пускай она присоединится на том этапе, когда эти доказательства вроде как собраны и остается только их анализировать. Лучше, чтобы Украина не участвовала в добыче этих доказательств и уже не могла повлиять на то, что вроде бы как найдено. Почему суверенная Польша спрашивает разрешение, можно ли допустить Украину к следствию? И разрешение это надо получать в Белом доме. Оборонный годовой бюджет Польши составляет более 20 миллиардов долларов, в то время как годовой бюджет Альянса меньше двух. Так кто кого содержит? Например, Миги, которые Польша хотела отправить Украине, почему-то оказались на передержке на базе Рамштайн и так и не попали в Украину. А прошло уже, наверное, более полугода, но что касается танков, которые были в свое время переданы, то за них, однако, вот это круговое снабжение не наступило. Можно даже сказать, что друзья были наказаны за то, что решили самовольно помогать тяжелой техникой, особенно наступательной техникой Украине. И все же, несмотря на всю слаженность работы агентов влияния, Кремль не может исключить того, что Украина предоставит неопровержимые доказательства того, что ракета все-таки российская. На этот случай у Кремля, однако, есть отмазка. Координаты, по которым была пущена ракета, имеют специфические особенности. И выглядит это таким образом, как будто все это нерукотворная случайность. Но это является, скорее всего, таким же сфабрикованным звеном, как якобы самостоятельность Гиркина в случае со сбитым Боингом. Долгота совпадает с ленинской кузней в Киеве, а широта с крупной железнодорожной развязкой во Львове. Таким образом, может показаться, что кто-то перепутал эти координаты. Ну, строчку, которая была рядом, это вот такой эксцесс исполнителя. Так? Нет, Путин, не так. Сколько бы веревочки не виться, рано или поздно она затянется тугим узлом на шее. Сегодня в Гаге оглашается приговор по Боингу. Зачитывая приговор, председатель суда Хендрик Стенхейс заявил, что суд установил, что МХ-17 был сбит российской ракетой «Бук» с сельскохозяйственного поля в районе Первомайского под Снежным. Эта территория контролировалась оккупантами на момент катастрофы. Четверо подозреваемых – российские террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также боевик Леонид Харченко – не явились в суд на оглашение приговора, так как они отказались присутствовать на суде. Суд установил, что Российская Федерация имела общий контроль над так называемой ДНР с апреля 2014 года. Многие главари сепаратистов были тесно связаны с руководством России. В частности, так называемый премьер-министр Александр Бородай называл советника Путина Владислава Суркова своим человеком в Кремле. Кроме того, Кремль согласовал назначение на так называемые министерские посты и координировал поставки российских вооружений на Донбасс, заявил председательствующий судья. Суд приговаривает Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению. Суд приказывает взять их под стражу. Рассмотрение дела в первой инстанции закончено. Ну, я так понимаю, что пожизненное заключение у них уже наступило на зоне под названием Российская Федерация, а далее дело времени. Поэтому, если Путин до сих пор мог при определенных слагаемых петлять и выигрывать время, то сейчас эти слагаемые существенно изменились. В Соединенных Штатах Америки в Палате представителей большинство получили республиканцы. Это та сила, с которой у Путина нет компромиссных точек соприкосновения, потому что Путин пытается украсть их риторику. Путин пытается украсть повестку консервативных республиканцев. Он манипулирует общественным сознанием и пытается внедрить такую мысль, будто бы нет никаких сил, которые противостоят погрязшему в разврате разлагающемуся Западу. И даже, кажется, всерьез бредит про собственный интернационал. И это при том, что сам в жизни с лихвой плодит в столь порицаемый им разврат. Видимо, втайне претендуя на монополию, на такого рода поведение. И все же, главная и основная сила, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит Путину осуществить задуманное, это стальная воля к победе украинского народа, Сбройных сил Украины и президента Зеленского. С вами была Мария Максакова. На этом у меня сегодня все. Разум до перемоги и слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok